Мы с вами рассматривали гамильтониан Брейта, то есть гамильтониан Е+, Е- системы с учетом поправок В на С в квадрате. И посчитали сдвиг уровней энергии в позитроне, то есть за счет нашей фактически сверхтонкой структуры. Теперь мы давайте займемся следующим. Первая задачка такая достаточно простая, она в нашей теме позитрона, это вторая задача. Первое мы нашли с сдвиг уровень, а теперь вторая задача. Давайте убедимся, что действительно гамильтониан таким образом записан, он является эрмитовым оператором. Эрмитовость гамильтониана. Совсем простая задача, тем более она достаточно технически похожа на то, что мы делали на прошлом занятии. Здесь есть только одно нетривиальное слагаемое, чья эрмитовость не так очевидна. Это слагаемое какое? Вот это, правильно? То есть кусок, отвечающий закону биосавара, взаимодействия тока с током. Потому что все остальные слагаемые, они очевидны, эрмитовые, потому что они содержат только либо R, там где LS, это у вас тоже никаких проблем нет. То есть либо степень P, либо степень R. А вот здесь вот у вас есть и R и P, которые друг с другом не коммутируют. L с R в кубе коммутирует, никаких проблем нет, правильно? Потому что это скалярная величина, единица на R кубе, поэтому здесь вот вопросов тоже никаких нет, да? То есть единственное, в чем нужно убедиться, это в том, что вот этот оператор, я его типозначу, О единица на R, да, тут это единица на R, а здесь стоит P в квадрате плюс R, R, P, P делить на R в квадрате. Заодно с вами и проверим то самое правило, которое мы на лекциях формулировали, что, чтобы записать эрмитов-гамильтониан, вот в случае извлечения потенциала из амплитуды растения, вы должны все операторы P поместить в самую правую позицию, да? Вот как здесь все операторы P в самой правой позиции. Ну, давайте убедимся, что этот оператор действительно эрмитов, то есть что O крест равно O. Нам с вами понадобится несколько коммутаторов для проверки этого соотношения. Вот такой коммутатор нам понадобится, как легко видеть, да? Дальше коммутатор P, R, P, R кубе, вот такой коммутатор понадобится нам. Ну и посмотрим, если какие-то еще будут, мы их посчитаем по ходу действия. Ну, наверное, вот такой еще здесь будет нужен. Коммутатор EI, а здесь RI, RG, удивительно. Такого рода коммутатор. Давайте к доске, кто хотите, кто хочет? Кто хочет? Что мы делаем? Ну, для начала давайте просто напишем, что такое O крест. Да, оператору крест. Посильнее чуть-чуть давите на него. У крест. То есть это что такое будет? Это я все операторы должен поменять местами, да? В крайне правой позиции, в крайне левую, наоборот. Ну, первое слагаемое. Единица на R, P квадрат. Его эрмитовое сопряжение как будет выглядеть? P квадрат. P квадрат, единица на R. P квадрат, единица на R, да. А для вот этих друзей? Наоборот. Давайте сразу... Не-не-не, вот у вас, смотрите, здесь импульсы стоят в крайне правой позиции. Давайте их сразу через индексы запишем. P и P, G. Не-не-не, P и P, G. Да-да. Ну, вот эти скалярные произведения просто через индексы, да? А здесь будут R, G, R, I, вот это. Не-не-не, вот делить давайте не все, а вот справа, правильно? То есть вот эта единица на R квадрат, он стоит правее, правее вот этих операторов, да? Правее вот этих операторов. Ну, единица на R квадрат, тогда сюда напишите сразу все. Единица на R квадрат, да? Вот так, это O крест, правильно? Вот, то есть нам с вами нужно показать, что O крест равен O, правильно? То есть мы должны его переписать как оператор O, да? Плюс добавка. Что это за добавка будет? Добавка к вот этому члену, это что такое будет? Коммутатор, так и пишите, коммутатор. Единица на R по квадрате, да? Вот этот оператор и по ИПЖ, да? Нет, единица на R и... Ну вот, вы просто в индексах напишите, это как коммутатор, вот так, правильно запишите. Почему, почему, Денис и на R? Вот вам, смотрите, нужно все вот эти П и ПВ переставить вот сюда, да? В округлую скобку. То есть это коммутатор чего и с чем будет? Вот так. Вот такие есть. Не знаю, там вот, наверное, вторая вот слагаемая с... Ну, наоборот. С другим знаком, да? Со знаком минус, правильно? А первая? Почему первая? Какие знаки здесь? Мы хотим, чтобы здесь стоял оператор О, да? То есть единица на R, P квадрат, прямо живьем, да? Поэтому мы должны из него вычесть, да, что-то лишнее, чтобы осталось вот это, да? Ну, либо здесь можно ставить плюс и поменять их листами. Плюс P квадрат единицы на R, да? Нет, ну, вот я поскольку здесь вот так написал, то, наверное, лучше. Правильно, да? Здесь так, а во второй позиции? На второй позиции что? Здесь какой знак? Почему минус? Вот в О у вас комбинация, где все P справа находятся, да? Нет, в начале правильно было, там пыль, там полы. Где правильно, что правильно? Здесь? Нет, там... Нет, имеется в виду, что здесь... Здесь плюс должен быть, да, плюс, плюс. Теперь правильно. Так, верно? Такие знаки. Вот, то есть, по сути, нам просто нужно показать, что в сумме эти два коммутатора дают ноль, да? Ну, окей, P квадрат единицы на R мы с вами уже читали на прошлом, на прошлом семинаре, что такое было. Помните? Нет, ну, мы писали P квадрат. P квадрат в... P квадрат в... Не, не, не надо никакой Аш-0. Просто из явного, из явного вида того, что такое P квадрат. То есть, P квадрат в координатном представлении, это что такое? Со знаком минус еще, в общем, потому что P это минус и dpdr, да? То есть, здесь будет минус, лапласьян, а здесь единица на R, да? Вот так вот. А чему это было равно? На прошлом семинаре, вот мы с Евгением это писали, там еще в знаке сначала неаккуратно там ошиблись. То есть, лапласьян от единицы на R, это что такое? Лапласьян от единицы на R. Минус 4P дельта функция с минусом будет плюс 4P дельта функция, да? 4P дельта функция от R трехмерная, да? И еще перекрестные слагаемые, когда лапласьян один раз дифференцирует функцию справа, другой раз дифференцирует единицы на R. Удвоенная, да? Что там было? Чему равно? Уже считали? 2 делить на R, с каким знаком? Вот с минус, минус, если просто лапласьян было, а еще минус, значит будет плюс 2 делить на R квадрате, D по DR, да, было? D по DR, то есть только по радиальной части. Вот такое выражение у нас с вами уже было, да? Вот. Вот это, давайте вот этот коммутатор посчитаем, а потом вот этот. Нам на самом деле нужен вот этот, да, реально, да? А этот просто как вспомогательная, как вспомогательная величина. P и T это что такое в координатном представлении? Минус I градиент, да? Пишите, ну, D по DR и Q, D по DR и Q, R I. Вот, R I делить на R I делить на R куб. Ага. Ну вот чему это равно? R I просто по определению коммутатора, да, это произведение такого, минус наоборот, да? То есть у нас останется что? Останется дивергенция от R делить на R в кубе. Правильно? Чему равна дивергенция R делить на R в кубе? Вот если Сергей сейчас просто начнет брать и дифференцировать вот это выражение, то это что такое будет? Просто возьмет и будет дифференцировать. То есть здесь троечка, здесь минус троечка. Что он получит? 3, наверное, в кубе. 3R в кубе минус... Минус 2. А почему 2? Минус 0. Минус 3. Минус 3. И все вместе это будет... 3 минус 2. 3 минус 3 минус... 0. Ну, 0, да? Но мы-то знаем, что это же не 0 никакой, правильно? Это дивергенция кулоновского поля. Тоже 4P дельта функция, правильно? То есть это будет минус И на... Минус И на что? 4P дельта функция, да? Ага, отлично. Ну так. Правильно? Дивергенция от R делить на R в кубе, это есть 4P дельта функция. Закон кулонов. Так, этот коммутатор сводим к предыдущему. Коммутатор от произведения как записать? Это есть RG на коммутатор. Коммутатор B и... Да. Плюс коммутатор? Угу. Не-не-не, нет, аккуратно давайте писать. У вас... У вас два со множителя. Один такой, другой такой. Один раз вы это написали слева, это под коммутатор. Другой раз это под коммутатор, а это справа. RG, а здесь RI на R в кубе. Помните, если у вас есть коммутатор A, B и C, да? То есть что такое? B, A, C плюс что? А, B на C. А, B на C. На C справа, да? Вот так. У вас B это RG, а C это RI, делит на R в кубе, да? Напишем чемодан. Это равно дельта функции. Погодите, не торопитесь писать. Дельта функции, умноженная на RG. Это что такое? У вас здесь возникла дельта функция, дивергенция, умноженная на RG. Это чему равно? Нулю, правильно? Дельта функция вам все функции помещает в ноль. Если R впереди стоит, то ноль. То есть этого просто нет. А коммутатор P, I, RG это что такое? Главный, да, совершенно верно. Это главный коммутатор квантовой механики, да? Это есть минус I. Минус I на что? Минус I на что? На дельта и G. Что, квантовую механику все, уже забыли? Сдал, но сдал. Сдал, но сдал. Минус I на дельта и G на... R, I, у нас I на RG не заменится? Да, I... Минус I на RG. RG на R в кубе, да? То есть ответ минус I, RG на R в кубе, да, получилось? Угу, отлично. Ну, давайте идем сюда, возвращаемся. И пишем чему-то ровно. Вот, вот сюда там у нас потенциал брейдет стоит. Значит, этот коммутатор мы с вами посчитали. То есть O плюс этот коммутатор мы уже нашли. Теперь здесь. Здесь таким же образом можем расписать, да. То есть первый коммутатор это будет P, I. Ну, напишите. Сначала напишите все, потом будете подставлять. Нет, здесь I, одно I, другое J, да. Один такой, другой. Так, ну вот здесь. Там точно такой же. Ну да. Здесь, где-то, 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 где-то. Это R равно минус I, RG, делить на R в кубе, да. Умножить на P, G. Давайте тоже напишем на P, G. Ага, хорошо. Это, кстати, чему равно? Если теперь в координатном представлении это писать, то это чему равно? Минус, да, минус RG на R в кубе и D по D RG, правильно? D по D RG. А RG, чуть-чуть отойдите. RG на D по D RG. Это что за оператор в радиальной сферической системе координат? Это что такое? На прошлый сценарий было. RG на D по D RG. Произведение вот это. Чему равно? Сферической системе. R D по D R. RG на D по D RG, это есть R на D по D R. То есть одно R у вас сократится, да. То есть будет минус единицы на R квадрате, D по D R. D по D R. С этим разобрались. Вот этот член такой же, как этот. Давайте с этим разберемся. Это чему у нас равно? то же самое выражение, только с заменой I на G, правильно? R на R в кубе. И минус, да, написали? Ага, окей. Хорошо. Хорошо. Теперь давайте вот этот P пронесем вправо, чтобы образовать вот такую же комбинацию. Потому что когда он вправо, мы знаем, как это выглядит оператор. То есть это будет минус I выносим, минус I наружу выносите, минус I на скобочку. Значит, то же самое справа. Минус I, ага. Да. Здесь I, I по индексу, и плюс коммутатор. Коммутатор чего с чем? P, I, S, R, I, R в кубе. R, I, R в кубе. Отлично. Хорошо. Это мы все знаем, зачем мы ровно, да? То есть, видите, значит, минус, вот это слагаемое, вот оно у нас посчитано, и вы пишите сразу. Вот это мы уже знаем. Если минус I внести, да, то получится минус I на R квадрат, D по DR, да? А вот это чему равно? Это есть минус I на 4P дельта функции, да? Да, будет минус 4P дельта функции, да. Отлично. И что мы видим? Вот эта дельта функция, она у нас что? Она сокращается с вот этим. Вот эти два, они собираются отсюда, отсюда. Да, один здесь, один здесь, один здесь, да? Ну, что, ничего не остается, здесь равенство стоит. То есть, получается, что крест равен I, да? То есть, вот мы проверили, проверили эрмитовость этого оператора. В вашем задании у вас тоже будет получаться потенциал, я вас буду просить проверять эрмитовость. Вот это аналогичная задача, вы сразу это быстренько сделаете. Все понятно, как мы коммутатор считаем. Квантовую механику надо все-таки помнить. Спасибо, Сергей. Вот, то есть, мы действительно проверили, что оператор эрмитов, то есть, это гамильтониам, действительно, эрмитов оператор, как и положено. Давайте следующей задачкой, она тоже будет, по этой вопросу есть, и все понятно. Следующей задачкой, она тоже будет у нас очень простая. Задача формулируется следующим образом. Давайте посчитаем разность уровней, отвечающих основному состоянию ортопозитрония и парапозитрония. Про эту разность мы на лекциях говорили, и на лекциях я вам говорил, что мы ее посчитаем на семинаре. То есть, мы находим разность уровней основного состояния, то есть, это S-волна. Для ортопозитрония здесь стоит 2S плюс 1, здесь стоит G. Это у нас 2S плюс 1, это у нас L, это G. Ортопозитроний и парапозитроний. Парапозитроний это 1S-волна, L равно 0, и G равно 0. Вот эту разницу посчитаем. Давайте к доске кто-то идите. Давайте вы идите. Вот у нас есть гамильтониан Брейта, да, я его специально справа нарисовал. Давайте на него внимательно посмотрим и подумаем, какие слагаемые будут давать вклад в эту разницу. Значит, что у нас есть такое, каждый из этих энергий, да, каждый из этих энергий. Это есть энергия основного состояния, да, G0, которая есть минус m альфа в квадрате на 4, правильно? Для основного состояния у нас вот такая. Плюс добавка, отвечающая вот этой тонкой структуре, да. Эта добавка берется из взятия средних от каждого оператора по волновым функциям основного состояния, да. Только здесь основное состояние отличается тем, что у нас спин равен 1, да, а здесь у нас это основное состояние со спином равен 0. То есть вот эти дельта Е, они будут разные у ортопозитрония со спином 1 и паропозитрония, да. Вот давайте глядим на гамильтониан и думаем, какие слагаемые нам будут давать вклад в эту разницу энергии. Со спинами, да, то есть все слагаемые, которые спины не содержат, они общие. Они одни и те же в этом дельта Е, что для ортопозитронии, что для паропозитронии. Со спинами у нас есть какие слагаемые, это, это и это, да. Вот спрашивается, вот это слагаемое вам будет вкладывать? Первое, вот это. Здесь у нас, видите, оператор орбитального момента стоит. Ну, почему не будет? Потому что у нас S-волна, у нас орбитальный момент и у этого состояния, и у этого состояния равен нулю, правильно? То есть у нас средняя от этого оператора L будет просто 0, да. Следовательно, что останется у нас? Ну, здесь вот опять, это не зависит, да. Здесь я напомню, если на самом деле не 2, а 1, да, здесь 7 третьих стоит, правильно? Я так расписал, это разделение отвечает чему? На прошлом семинаре говорил. Вот это S-квадрат из какой диаграммы идет? Из аннигиляционной диаграммы, а это из рассеивательной диаграммы, да. Это наша следующая задачка, вот этот S-квадрат вывести. Ну вот, то есть здесь стоит 7 третьих S-квадрат, да, на самом деле. То есть есть вклад этого слагаемого и этого слагаемого, да. Давайте с простого вклад вот этого слагаемого. Какой он будет? Когда я буду брать среднее по парапозитронию, где спин равен нулю, да, то среднее чему будет равно? Я беру этот оператор, беру по нему среднее по состоянию, где спин равен нулю. Среднее чем будет равно? Нулю, да. А среднее по состоянию, где спин равен единице, чему равно? Слушайте, разница равна, разница равна, равна. пи альфа на n квадрате среднее значение от дельта функции это что такое? это значение дельта функции усреднить по нашей волновой функции основного состояния умножить на 7 третьих и среднее от s квадрата среднее от s квадрата для состояния со спином единицы это что такое? двойка s на s плюс 1 правильно? у нас собственные числа это s на s плюс 1 то есть вот это среднее равно s на s плюс 1 где остальное единице то есть это двойка а среднее от дельта функции это что такое? на прошлом семинаре считали громче это пси в нуле по модулю в квадрате правильно? это пси в нуле по модулю в квадрате пси в нуле по модулю в квадрате и чему оно было равно? там единице и аборовская в кубе где аборовская это есть? амеф амеф в кубе? не помню еще там было 2 делит на m альфа правильно? двойка за счет того что приведенная масса здесь у нас m пополна вот и все вместе чему трону m альфа в кубе да делить на 8 пи да хорошо это вклад это вклад погодите равенство пока не пишите пока плюсик напишите лучше вот это дельта е тогда уж давайте его подзовем дельта е то есть это мы сразу считаем 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 вот эту разность да вот эту разность сразу считаем вот это вклад это вклад у нас в эту разность от последнего оператора и еще вклад от вот этого оператора двойка она общая то есть вы когда берете среднее от ортопозитрония получаете двойку и берете среднее от паропозитрония получаете двойку она вычитается да и вот этот еще кусок есть да но пишем его все коэффициенты и средние этого оператора три вторых, альфа на m квадрате давайте SISG вынесите наружу это как тензор запишите SISG свернуты с выражением, то есть будет средняя от SISG единицы на R в кубе, ага, здесь стоит что, RI, RG делить на R квадрате минус это что такое? это SISG вы это выражение переписываете как SISG умножить на все что останется то есть останется что? RI, RG на R квадрате минус ΔG на 3, правильно? ну и так и пишу SISG это что? это G теперь ага, хорошо ага, это что такое? SISG а, это дельта, ага, окей погодите, это что за буква? это RG ну тогда у вас вот это слагаемое не перейдет в то что вам надо у вас там S в квадрате должен быть здесь стоит, ага, а здесь S, да? да, вот так вот и вот такое среднее считаем среднее, да? среднее то есть нам нужно посчитать реально, смотрите внимательно вот среднее от SISG считается по спиновой части волновой функции, да? его отдельно можно посчитать а среднее от RI, RG делит на R квадрате минус ΔG на 3 считается от координатной части волновой функции что не надо? диннеркубе 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 он написал под средним только его надо написать да раздат правильно говорит этот средний, его чуть-чуть подальше напишите угу угу да, то есть это вот такое среднее и еще раз говорю вы можете разделить ваши волновые функции на координатную часть и спиновую часть да вот у вас средняя по спиновой части а это средняя по координатной части теперь что мы можем сказать про вот это среднее? оно у нас берется по основному состоянию правильно? то есть это момент 0 главное квантовое число единичка что мы про него можем сказать? что-нибудь известно? чёртно? чёртно? может, если мы перестаем у нас, если у нас жирная единичка, то у нас чёртно? ну, здесь функция здесь функция чёртная стоит R, E, R, G что не так? по E, G оно тоже симметрично что про этот склад можно сказать? то есть вы, посмотрите, как мы его считаем то есть мы берем, да, наши функции основного состояния я так напишу R квадрат, D, R D омега интеграл здесь стоит волновая функция основного состояния то есть L равно 0 N равно 1 дальше идёт наш оператор я вот так напишу R квадрат вынесу здесь будет стоять R, I, R, G минус дельта, I, G R квадрат делить на 3 и здесь волновая функция с моментом L, N равно X что одинаково? если эти вклады одинаково чему? для вот и для того нет, как так? у меня для вот этого состояния у меня спин вообще равен нулю правильно? у меня состояние со спином 0 то есть этот оператор когда действует на состояние спины у него сразу получается 0 а для вот этого нет для вот этого вот среднее с ESG оно какое-то нетривиальное поэтому он всё-таки не одинаков нет выделенной оси ну ну а если это более так грамотно сформулировать оси того здесь нету у вас есть здесь две оси это же тензор второго ранга да? нет, нет, что он понимал две у нас нет потому что его вот спрашивается по чему вы его будете интегрировать сначала по r или по d омега вот если вы будете его интегрировать по r сначала да? допустим интеграл сначала берете по r по r берете интеграл а потом по d омега тогда чему этот интеграл равен? вот Пси это и Пси это в нуле они чему равны? в конечной величине какой-то, да? в конечной величине то есть получается что интеграл r квадрата здесь hr в пятой степени стоит да? ну правда здесь еще r квадрат можно скажем выделить, да? но все равно остается интеграл dr делить на r да? то есть расходящийся интеграл то есть если я по r буду интегрировать вообще-то это бесконечность даже а теперь вот то что Женя говорит если наоборот сначала по омега по телесному углу интегрировать то вот то что здесь стоит это что такое? вот все ваши эти аргументы про то что выделенной оси нету и так далее ну вот если бы я здесь написал не 3, а 2 тоже же выделенной оси бы не было, да? но средняя же другое будет, правильно? а, что пропорционально дельта и ж, да? вы имеете ввиду но это в принципе правильное соображение правильное что у вас это поскольку это S-состояние оно сферически симметрично то все выражение должно у вас тоже быть тоже быть симметрично то есть пропорционально дельта и ж дельта и ж а как найти этот коэффициент пропорциональности? нужно свернуть то есть это есть альфа на дельта и ж, да? как найти альфа? нужно свернуть с дельта и ж Если я с дельтой ежи сворачиваю, то получаю 0. Почему? Потому что здесь стоит неприводимый тензор. Это неприводимый тензор, который отвечает моменту L, равное 2. Симметричный, бесследовый тензор. Он отвечает моменту, соответствующую его рангу. В данном случае 2. Ну и по правилам отбора у вас переход между 0 и L равно 0, оператором с L равно 2 и 0. Это есть просто нулевой матричный элемент, правильно? Это все равно, что интегрировать по dω функцию y2m, правильно? Это будет 0. То есть если по dω считать интеграл, то это будет 0. То это равно 0. Равно 0. Надо спрашиваться, где же правда? То есть если сначала по r интегрирован, получаем бесконечность. Если сначала по dω интегрирован, получаем 0. Где правда? Почему 0? Почему 0? Ну, можно с двух точек зрения подходить. Вот первая точка зрения такая, топорная достаточно. Вот эти волновые функции, они сферически симметричны, потому что они основному состоянию отвечают. L равно 0. То есть у вас весь этот интеграл, который здесь стоит, он должен быть пропорционален только инвариантному тензору в группе вращения. Потому что у вас нет никакого выделенного направления. В этих функциях нет выделенного направления. То есть у вас результатом интегрирования может быть только инвариантный тензор. Инвариантный тензор в группе вращения это дельта и g. То есть весь этот интеграл может быть пропорциональным только дельта и g. Как найти коэффициент пропорциональности? Нужно свернуть левую часть и правую часть. Вот сворачиваю здесь дельта и g, получаю 3 альфа. Здесь с дельта и g сворачиваю, получаю. Если с дельта и g сверну, что будет? R в квадрате минус дельта и g на дельта и g. Что это такое? Что это единица? Дельта и g свернутая с дельта и g. Чему равно? Дельта и g на дельта и g. Это что такое? Тройка. Это 3. То есть это будет 0. Это будет 0. А другая точка зрения, что у вас здесь просто стоит неприводимый тензор. Неприводимый тензор это тензор, отвечающий моменту, равный оператору, с моментом равным 2 относительно группы вращения. Следовательно, просто по правилам отбора у вас, если здесь в одной обкладке стоит 0, L равно 0, в другой обкладке L равно 0, то здесь, если будет стоять что-то отличное от 0 по моменту, будете получать 0 всегда. Правильно? Правила отбора квантовой механики, где вы учили это. Ну и понятно, что правда скорее в том, что это 0. Это 0. В чем подвох здесь заключается? В том, что вообще говоря, когда мы писали наш потенциал вот в такой виде, мы должны были конкретизировать сразу область определения всех наших операторов. Вот область определения оператора, которая содержит дельта-функцию, она включает волновые функции, отличные от нуля в нуле. Правильно? Потому что средние от них дают сильные лепо-модули в квадрате. Но вот этот оператор, единиц нерв в кубе, он не содержит, вообще говоря, этих функций в своей области определения. То есть если вы рассматриваете все волновые функции исходного гамильтаниана, то нужно, вообще говоря, этот оператор доопределить как-то. Либо урезать область определения, убрать из нее основное состояние, либо вот этот оператор как-то доопределить. Потому что в таком виде его плюсовать к этому оператору не очень корректно. У них разные области, области определения у них разные. Как можно определить? Он возникает из интеграла Фурье. Если вы помните, когда вы извлекаете из амплитуды, он из интеграла Фурье возникает. Но можно его сделать так. Умножаете на тетта функцию r минус дельта. А потом после всех вычислений берете предел, стремящийся к нулю. Какое-нибудь такое определение. Если вы умножили оператор v3 здесь на r минус дельта, теперь в его область определения уже основное состояние входит. Основное состояние туда уже входит, и вот эти средние их корректно считать. Мы уже имеем право эти средние считать. Если мы их посчитаем, то мы действительно после усреднения по углам будем получать 0. То есть здесь вот просто сама запись этих операторов, она не совсем корректна. Мы должны доопределить эти операторы правильным образом. Ну давайте поглядим, что у нас получится тогда. То есть осталось только первое слагаемое. Подставляем все, что здесь есть. Цифры подставляйте. Вывод такой, еще раз. Когда мы гамильтониан брейты пишем, там есть разные операторы. У разных операторов разная область определения. Если вы хотите, чтобы все операторы у вас были на одной и той же области определения, а именно волновых функций, невозмущенных гамильтонианом h0, то извольте вот как-то изменить оператор v3. Он возникает, когда вы преобразование в фурье берете от соответствующего выражения, извлекаемого из амплитуды. На лекциях вы брали амплитуду рассеяние, извлекали оттуда выражение, брали преобразование в фурье. В преобразовании в фурье у вас там интеграл в смысле главного значения всегда стоит. То есть вы этот интеграл должны понимать всегда так, чтобы выражения были средние по основному состоянию, были конечные. Вот я как это могу сделать? Могу такую тетта-функцию дописать, которая мне маленький шар в районе нуля исключает из рассмотрения. А потом взять предел при стремлении этого радиуса шара к нулю. Это что такое? Двойка? Ну почему? Правильно все написал? Что какая двойка? Здесь вот двойка. С квадрата это же двойка. То есть вот такая разница получается. Если численно это 8,2 на 10-4 электрон вольт. Достаточно маленькая величина. Видно, что ортопозитроний у него основное состояние выше, чем у паропозитрония. Вот на такую незначительную величину. Ладно, спасибо. Ландау и Лившицы, кстати, ну не Ландау и Лившицы, Берестецкий, Лившицы, Патаевский. В четвертом томе эта задача тоже разобрана в параграфе про позитроний. Вот тоже можете почитать, что он там пишет, но вот они не удосужили себя объяснением, почему они сначала интегрируют по углу, а потом по радиусу. Вопрос какой-то есть? Если у вас есть, задавайте тоже, не стесняюсь. Семь третих я делаю. А? Семь третих? Семь третих? Семь третих это вот отсюда. Четыре третих. Здесь четыре третих плюс единица. Просто вот это вместе собралось все. Это семь третих. Здесь вот самое говорю нетривиальное, что вы сначала по углам это соединяете, а потом уже интегрируете по радиусу. Ладно. Если вопросы будут, можете потом их задать. Кстати, не стесняйтесь так делать. Следующая задачка. Должок с лекцией. Вот у нас есть Гамильтониан Брейта. Мы в нем как раз вот эту аннигиляционную часть с вами не вывели. Давайте ее до конца выведем. Я сейчас немного я подпишу, а потом кого-нибудь из вас вызову. Я сейчас напомню, что у нас было на лекциях, а потом уже ее до конца выведем. То есть вот этот S-квадрат получим. Вклад от аннигиляционной диаграммы. Здесь я стираю. Четвертая задачка. Это у нас аннигиляционный вклад. Я напоминаю, что гамильтониан Брейта у нас возник откуда? Мы рассматривали два типа диаграммы. Первая – это рассеивательная диаграмма. Вторая – это аннигиляционная диаграмма. П плюс штрих, а здесь у меня П плюс штрих. Одна рассеивательная диаграмма. Я всегда здесь рисую тот импульс, который течет по стрелке. Если течет по стрелке, импульс минус, то плюс. Когда я вегиляцию рассмотрю. И эти диаграммы мы извлекаем из формулы соответствия, которая у нас была. Как она выглядит? Вот если я беру минус матричный элемент всего процесса, деленный на корень 2e+, 2e-, 2e+, 2e-, 2e-, такой вот корень. Вот это выражение у меня равно фурьев образов от моего потенциала. Фурьев образов от моего потенциала. Здесь стоит фи плюс штрих, фи минус штрих, а здесь стоит фи плюс, фи минус. То есть мой потенциал У в данном случае – это есть оператор, оператор в спиновом пространстве, который действует отдельно на позитроны, и отдельно на электроны. Отдельно на электрон рассеиваемый и отдельно на позитрон. То есть он распадается на произведения операторов, которые действуют отдельно в позитронном и электронном пространстве. И мой потенциал извлекается, как фурьев образ. То есть У от Р, чтобы найти, я должен взять Д3Р на 2П в кубе, Е в степени минус И УР, У от У П плюс П минус. Чтобы найти потенциал, я должен так вот написать. А моя амплитуда, то есть то, что я вычисляю в теории поля здесь потенциал, который у меня в квантовой механике возникает, здесь амплитуда, которую я считаю в теории поля. Это сумма первой диаграммы рассеивательной и второй диаграммы аннигиляционной, вклады рассеивательной и аннигиляционной. Вот эту рассеивательную диаграмму вы на лекции посмотрели и получали соответствующий потенциал для Е минус, МИ минус рассеяния. Отличие будет заключаться только в общем знаке По сравнению с Е-минус-минус рассеяния Откуда этот знак берется? Из того дополнительного правила Феймана Что если у вас есть пара позитронных концов Которые являются началом и концом одной электронной линии Тогда в амплитуде у вас дополнительный множитель минус единицы возникает Правило Феймана такое У нас есть из антикоммутационных соотношений для фермионов Что если у вас есть какая-то амплитуда, диаграмма нарисована И вы пишете для этой диаграммы соответствующую амплитуду То каждой паре позитронных концов Где эти концы это начало и конец одной и той же электронной линии Вы сопоставляете минус единицу Исходя из этого правила у вас появляется дополнительный знак минус По сравнению с Е-минус-минус рассеянием И соответствующие слагаемые мы выписали прямо беря Е-минус-минус рассеянием А вот амплитуды М2 мы с вами только наметили Как находить Давайте вспомним как она выглядит То есть вклад ингаляционной диаграммы Это есть минус Е в квадрате Здесь стоит В с чертой от П плюс Гамма мю У от П минус Дальше минус И Ж меню делить на К в квадрате К это вот этот импульс К это есть П плюс плюс П минус И вот этот блок Это У с чертой от П минус штрих Гамма ню В от П плюс штрих Дальше мы сказали Что рассматривать эту диаграмму достаточно просто Почему? Потому что у нас Вот этот К в квадрате Который у нас в знаменателе Он у нас как выглядит Если я расписываю этот четырех вектор Это есть Две Два Две Два МС Да А здесь П плюс Плюс П минус В главном порядке Ну если я разлагаю То здесь будет еще П плюс квадрате на 2М Плюс П минус квадрате на 2М Плюс и так далее МС МС Плюс и так далее Разложение по единице на С Да, идет здесь А здесь стоит просто 0 Если я в системе центра инерции смотрю То есть главное, что у меня здесь уже стоит 2МС Да То есть когда я К в квадрате рассмотрю У меня здесь возникнет 4МС квадрате То есть С квадрате уже знаменатель есть из пропагатора Это значит, что во всех спинорах Я должен учитывать только главный нерелативистский вклад Правильно? То есть мои спиноры У У от П Это есть корень Е плюс М Что там? Фи Сигма П На Е плюс М Фи Да Они в нерелативистском приближении Это будет просто корень из двух масс Энергия равна массе Да А здесь будет Фи и 0 Правильно? Соответственно позитронный спинор Который есть корень из Е плюс М Здесь стоит Сигма П На Е плюс М На Хи Хи Это в нерелативистском приближении Корень из двух М 0 Хи Да Наживает только Хи Спинор Хи Вот То есть вот этот К квадрат У нас уже есть 4 М квадрат С квадрат Да То есть уже степень С квадрат У нас в знаменателе есть Здесь Поэтому здесь нам достаточно вот такого представления Не надо разлагать По нерелативистскому параметру Век С То есть вот эти все импульсы и эти корни Не надо разлагать Это отличается от того, что у нас было В случае электрон-мионного вращения на лекциях То здесь все гораздо проще Гораздо проще Значит какой у нас момент здесь нетривиальный Что в этой формуле Что-то здесь букв Фи у меня много В этой формуле вот эти все спиноры Фи плюс штрих и Фи плюс Это позитронные спиноры Да Это позитронные спиноры Фи Но позитронные они в себе содержат Два спинор Хи Правильно? А вот этот Фи позитронный Как он связан с Фи? У нас Фи позитронная Это есть минус И Сигма 2 Фи позитронная со звездочкой Да Значит мы должны все наши Хи Хи Которые возникают из Из амплитуды Да Все Хи наши Должны их выразить через Фи И только потом уже Извлекать оттуда амплитуду Потому что Правая часть этой формулы Соответствия То что в квантовой механике Она у вас не знает ни про какие Хи В квантовой механике у вас есть только 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 Два спинор Фи И все Больше ничего нету То есть отрицательно Частотных решений Там их нету Да У вас есть только Обычные волновые функции То есть позитрона Вот давайте найдем Этот матричный элемент И извлечем из него Аккуратненько Потенциал Так Ну Кто В доске хочет Кто хочет Давайте сами Чтоб я не насиловал вас Кто такой Добровольно О молодец Лидар Хорошо Лидару плюшка будет Так Ну вот давайте Аккуратно напишем Аккуратно напишем Как выглядит Вот это выражение Где нибудь На той доске Ну где удобно Где удобно Там пишите И потом напишем Как он плитуду Где два плюса Где два плюса Почему Почему Нет Ну это позитронные Для позитронов Вы описываете их В теории поля Когда он плитуду читать Отрицательными Частотными решениями В В них входят Два спинору хи Да Они и те и другие Позитронные То есть здесь плюс И здесь тоже плюс И здесь тоже плюс У вас здесь позитрон И здесь тоже позитрон Да Мы считаем В нейрелитивизме И давайте вот отдельно Ну вот правильно Отпишем это выражение Этот галитонян Брейтон Нужно уже наверное стереть В этом выражении Можно отдельно посмотреть На случай Когда ню равно нулю И когда ню пространственная Компонента Давайте отдельно Это сделаем Да ню равно нулю Например Да Чего он стоит Да Гомоноль Здесь еще одна Гомоноль Ага Ну вот пишем Чему это равно Прямо из явного вида Наших Наших спиноров Только Теперь у каждого хи У каждого хи Есть свое имя Там штрихованы Там не штрихованы 2м выносится Здесь все крестовано Поэтому здесь не столбец будет А наоборот Строка 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 где Здесь стоит фи Крест Фи какой Фи у нас Минус И штрихованный Правильно То есть это Фи электронный И штрихованный Гомоноль Гомоноль На гомоноль Это есть Едничка Правильно И В как выглядит Ну а здесь Пока не будем Мы в самом конце Будем их только выражать И тоже штрихованы Здесь позитрон И конечный Чему это равно Может сразу напишите Там как раз Хватит места Вы их сначала Переложите Потом Попишите Строка на столбец Что будет То есть нулевой компоненты нет Да Ну пространственную Смотрим компоненту Да Здесь гомон Здесь Спиноры Те же самые Посреди них Еще матрица Будет стоять Давайте Чтобы С ковариантностями Проблем у нас Не было А здесь еще Ковариантности Другие Здесь Букваки Вверху Находятся Гомоноль На гомо Это что такое Ну Так Это будет Сигнаита Нет Так Сейчас Ну можете Перемножить Гомоноль Это 1-1 Да А гомо Это 0-сигма И Сигма И 0 То есть Просто 0-сигма И Сигма И Сигма Напишите Аккуратно Ее еще Буквой Альфа И обозначают Эту матрицу Гомоноль На гомо И Еще Альфа И обозначают Когда уравнение Дираков Гомоноль Форме Записывают Там Как раз Это Альфа Она Входит Не Здесь Минус Откуда Там Там Нет Минус Там Гомоноль Она Убила Вот Этот Минус 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 Сигма Ага Да Все Отлично Нам нужна Минус М Нам нужен Минус М2 Ну давайте Сразу Они пусть Переписывают А мы Стирать будем Значит Мы Стираем И Да Стираем И И там Смотрите И стираем И минус Смотрим Минус М2 Тоже Один минус Ага Окей И подставляем Теперь Все Что у нас Здесь Есть Ну сразу В квадрат Возводите Что там Будет Минус Е Квадрат Да Минус Е Квадрат Теперь От Знаменателя Четыре М Квадрат С Квадрат Теперь Вот здесь Мы поняли Что остались Только Пространственные Компоненты Вот Обратите Внимание Здесь Один Индекс Нижний Другой Верхний Правильно Тазар Менковского Уже Поэтому Поэтому Еще Дополнительный Знак Минус Будет Для Пространственных Да То есть Будет Еще Здесь Будет Теперь Знак Плюс Ага Пишем Чему Это Равно Оно Аналогично Получается Только Сразу Да 2M 2M Квадрат Сейчас 2M У нас Да Квадрат Квадрат Да Здесь Будет Хип Плюс Крест Сигма Итая Фи Минус Да А Это Мы Только Что С вами Нашли Давайте Индекс И Вверху Сигма Матрицы Напишем Потому что Нам Сейчас Придется На нее Еще Индекс Писать Да Да Вот Такое Выражение Такое Выражение Мы Получили Давайте Окончательно Тогда Вот это Все Перепишем Минус М Ага Он Сократится А здесь Наоборот Они Снова Снова Появятся Пишем Правую Левую Часть Точнее Формулу Соответствия Минус М На Эти На Эти Мы Пользуемся Нерелятивизмом Нерелятивистским Выражением То есть Все энергии Мы Заменяем На Массы Правильно Здесь Будет 4 4M Квадрат Все Остальное Давайте Сначала Сначала Вот этот Стример Запишем Вот сейчас У нас У нас Какую Двойку Она В квадрате Сотратилась Да Но вот Есть еще Вот эта Четверка Мы Написали Вот здесь Все Несколько Неправильно Выглядит По сравнению С тем Как нам Надо Почему Потому что У нас Здесь Этот оператор Соединяет Между собой Конечные И конечные Волновые Функции Он У нас Должен Соединять Конечную И начальную И конечную Начальную И конечную Да Поэтому Нам Нужно Здесь Сделать Как Мы на лекциях Говорили Воспользоваться Соотношением Фирца Правильно Вот Если Я В индексах Это Напишу Альфа Бета Гамма Дельта Да То Нам Нужно С вами Что сделать Нам Нужно С вами Это Мы на лекциях Говорили Индекс Бета И дельта Поменять Поменять Местами Поменять Местами Вот Давайте Еще раз Быстро Напишем С вами Можно Все Стереть Напишем Как Будет Выглядеть Соотношение Соотношение Фирса Соответствующее Вот Глядите Если Если Я Вот так Сделаю Альфа С дельтой Поменяю Местами Вот у меня Здесь Индекс Альфа У этого Спинора У этого Бета У этого Гамма У этого Дельта Если я Так Сделаю То у меня Фи Конечный Будет Сворачиваться С фи Начальным Конечный С начальным Здесь Хи Конечный Будет Сворачиваться С хи Начальным То есть Они у нас Будут В правильном Порядке Расположены Да Ее сигма Ноль Обозначить Сигма Ноль Множить На Гамма Ноль Не Не Гамма Не Все Понят Такая Да Ага Плюс Сигма Вектор На Гамма Вектор Да Гамма Ноль Как у нас Находится По Гамме Чему Сигма Ноль Это Единичная Матрица Вот мы разложили Произвольную матрицу Разложили на единичную И Три сигма Матрицы Да Вот как найти Эти коэффициенты Разложения Чему они равны Через исходную Матрицу Гамма Одна вторая Следа Правильно То есть Гамма Ноль Напишите То есть Одна вторая Следа Одна вторая Следа Гамма А гамма Вектор Давайте Так Гамма Здесь Итая Гамма Итая Чему Ровно Одна вторая Следа Вместе С матрицей Сигма Итая Да Только Здесь Без И Вы Берете Исходную Матрицу Умножаете На Сигма Итой И берете Следа Отлично Давайте То же самое Запишем В индексах Вот я Пишу Гамма Ижи Равняется То есть Индекс Ижи Это Сигма Ноль Это Кто Такой Будет Если Это Единичная Матрица От Единичной Матрицы Ижи Это Что Такое Там Единички Тоже Есть В Единичной Матрице То есть Это Дельта Ижи Гамма Ноль Знаем Что Это Одна Вторая След То есть Одна Вторая След Это Что Такое Гамма Как А Как А Ну И Это Так Записано Плюс Сигма И С Индексом Ижи Лучше Тобо Не И А Здесь Какой Низять Индекс Ижи А Здесь Одна Вторая Гамма И Что Такое Ну Распишите К К На Л К К Л Л К Да Вот так То есть Вот Мы Написали Такое Выражение Теперь На Гамма Л К Можем Его Сократить Поскольку Это Тождество Справедливо Для Любой Матрицы Гамма Мы Можем Продифференцировать Его Д Гамма Л К Тогда Слева У нас Возникнет 2 Д2 Д2 Символа Правильно Пишите Дельта И Л Дельта Ж К Да Правильно Здесь у нас А здесь Что есть То есть Сигма И Ж Пополам Сигма К Л Отлично Из этого равенства Можем Выразить Вот эту комбинацию Давайте Ее выразим И То есть Сигма И Ж По Р Суммирование Идет К Л Напишем Чему Это Равно Умножаем Влево Переносим 2 Дельта И Л Дельта Ж К Минус Дельта И Ж Дельта К Л Значит Как Мы Эти Индексы Пишем Смотрите Здесь Два Индекса Один И Второй Один Второй Тогда Здесь У нас Крест Накрест А здесь Вот так Мы Пишем Да Понимаете Это с этим И С Л К Ж Да А здесь И Ж И К Вот Давайте Это Соотношение Напишем Для Нашей Матрицы Которая У нас Здесь Возникла У нас Возникла Матрица Сигма Альфа Бета И Сигма Гамма Дельта И Чему Это Равно Два Значит Крест Накрест Сначала Да Не Здесь Надо Аккуратно Здесь Будет Крест Накрест То есть Строка Альфа Дельта Бета Бета Гамма Да Минус Минус Да Минус Точно Так же Отлично А теперь Напишем То же самое Соотношение Для Переставленных Индексов Альфа То что мы Хотим Получить Да В результате Альфа Дельта Гамма Бета Да Тоже Пишем Чем Это Равно Двойки Здесь будет Альфа Бета Гамма Дельта Крест Накрест Да Минус Отлично Вот у нас Такая Такая Система Получилась Из нее Мы можем Смотрите Вот это Исключить Да Как На одну Вторую Домножаем Второе Равенство На одну Вторую Домножаем И складываем С первым Множили Это На одну Вторую И сложили С первым Тогда Вот эти Сократились У нас А здесь Два И минус Одна Вторая Это что такое будет Это будет Три вторых Да Три вторых О Отлично Альфа Альфа Дельта Гамма Бета Да Вот мы с вами Получили Это соотношение Давайте его Еще раз Ну вот он Собственно Написано Да Значит оно Решает Нашу задачу Оно выражает Вот нашу Исходную Гамма Матрицу Сигма Матрицы С Через выражение С переставленными Альфа И дельта Вот здесь Одно и то же Правильно Одна и та же Структура Вот Намечательно Давайте теперь Это дело Напишем Подставляем сюда Наше соотношение То есть мы Отсюда должны Выразить Сигма Альфа Бета Сигма Гамма Дельта Да Переписать Чему Он Ровно Здесь будет Три вторых Да На что На какой Коэффициент Альфа Дельта Гамма Гамма Бета Коэффициент Три вторых Ну сразу Расписывайте Коэффициент Три вторых Не Вы сразу Сворачивайте У вас Альфа С дельтой Если вы не свернете У вас будет Что Фи Фи Штрих Да Крест С С минусом С Фи Минусовым Да Свернут Один И умножить На Гамма С бетом Гамма Бета Гамма Бета Хи Плюс Крест Хи Штрих Ну вы его Сразу Сворачивайте Тоже Гамма Бета С вот Этими Другими Да Да То есть Просто Через Произведение Спинаров Хи Плюс Крестовый Крестовый Да Свернутый С Хи Плюс Штрихован Да Это слагаемое От Трех Вторых Да А есть Еще Вот это Слагаемое Оно Со знаком Минус Будет Можно Поставить Да Поставлю Минус Одна Вторая И Те же Самые Выражения Только Посередине Стоят Сигма Матрицы Еще Да То есть Мы Как обычно Соотношение Эфирца Вывели Из Соотношения Полноты Вот это Соотношение Называется Соотношением Полноты Верхняя Мы Соотношение Полноты Вывели Соотношение Эфирца То есть Смогли Переставить Два Индекса Бета И Дельта Ага Вот Вот теперь Уже Почти Все Хорошо Теперь У нас Наш Оператор Он Соединяет Между Собой Начальные И Конечные Причем Только На Электрон Гейского Дата А это Только На Позитрон Единственное Что Нам Осталось Это Переписать Все Через Через Спинуры Фи Для Позитронов Давайте Где-нибудь Сотрем И Отдельно Ну Там Вот Можете Срезать Давайте Для Начала Вот Эту Комбинацию Рассмотрим Так Я Пишите Хи Плюс Крест Хи Плюс Штрих Что Такое Хи Плюс Подставляем Прямо Вот Явно Берем Подставляем У нас Сигма Матрицы Они Эрмитовые Порядок Должен Поменяться Правильно Фи Плюс Со Звездочкой И Крест Это Что Такое Будет Транспонирование Транспонирование Минус И Если Вы Эрмитово Сопрягаете Там У вас Есть Комплекс И Сопряжение Поэтому Оно Ставит Плюс И Плюс И Пишу И Букву А Сократили Ок И Сигма 2 Это Отсюда Теперь Отсюда Что У нас И Сократилось Будет Сигма 2 Фи Плюс Штрих И Со Звездочкой Да Вот так Сигма 2 На Сигма 2 Это У нас Кто Это У нас Единица А Все Что Осталось Как Мы Можем По Человечески Переписать Это Скалярное Произведение То есть Это Строка На Вот Такой Столбец Это Число Поэтому Мы Можем Наоборот Переписать Фи Плюс Штрих Крест На Фи Да Молодец Отлично Вот То есть С этим С вот этим Слагаем Его Переписали Уже Да Давайте Со вторым Вот это Пишем Чему Равно Да То есть Сначала Пошли Спиноры Ну И Минус И Оно Всегда Уходит Да Потому Что В одном Случа Есть И В Другом Случа Будет Минус И То есть Оно Ушло Да То есть Здесь Вот Будет Да Сигма 2 Здесь Снова Сигма 2 И Фи Штрихованная Да Со Сбрёвочкой Отлично Что Такое Сигма 2 Сигма И Сигма 2 Она С Такой Комбинацией Уже Несколько Раз Возникало Минус Сигма И Какое Комплексно Сопряженное Правильно Сопряженное А как Сопряженное С транспонированным Связано Минус Сигма Итая Транспонированная Минус Сигма Итая Транспонированная Транспонированная Да Не Сигма Итая Сопряженное Просто равна Сигма Итая Транспонированная Правильно То есть Они равны Собо Потому что У вас Нитривиальное Сопряжение Только для Сигма 2 Оно У вас Ноль Минус И И Ноль Да То есть Сопряжение Эквивалентно Транспонированию Получилось Здесь Транспонированное Со знаком Минус Да Минус Появился Здесь Транспонированное И здесь Раз это число Обычное То мы его Можем транспонировать Правильно Мы его транспонируем И получаем В результате Нормальную запись То есть Минус Фи плюс Штрих Крест Да Сигма Итая Фи плюс Да Отлично Все Подставляем Это сюда Вот Здесь Уже Видите Форма Правильная Теперь Записи У нас все Конечные Слева Все Начальные Справа Причем Каждый Оператор Будь то Единичная Матрица Или сигма Матрица Связывает Один и тот Же электрон И один и тот Же позитрон Да То есть Та запись Которая у нас Как раз Подразумевается В нашей формуле Соответствия Да И здесь Стал теперь Знак Знак Плюс Отлично Ну вот Переписываем В такой форме В такой форме Переписываем Равно Здесь Стереть Все Здесь Вот эти Спиноры Они все Я здесь Плохо Написал Здесь Крест Надо поставить Да Но они Все Все Слева Стоят Здесь Крест Так же Как у нас Так То есть Мы сейчас Как там Видим Да Вот мы Прямо Вот это И пишем С вами Выносим Фи плюс Штрих И Фи Минус Штрих Да Фи плюс Штрих Вносим Прест Да Крест Ну вот Сюда С крестом Входит И сюда С крестом Входит Значит Ну Е Квадрат На 4 М Квадрат Тоже Можно 3 вторых Здесь У меня Смотрите Оператор Который Соединяет Фи Минус И Фи Минус Штрих Он Какой Единичная Матрица То есть Просто Единица Единица В этом Пространстве На Единицу В этом Пространстве То есть Просто Три Вторых Будет Плюс Одна Вторая Это Вынесли Налево А вот эти Вынесли Все Направо Сейчас Будет Сигма Ита Электронная Можно Подчеркнуть Что Вот эта Сигма Матрица Она Действует В электронном Ну Минус Напишите Что Е Она Действует В пространстве Волновых Функций Электронов Да Это Позитронная То есть Это Прямо Оператор Спина Удвоенная Электрона Это Оператор Спина Позитрона Да Фи Плюс Фи Да Все Вот так Мы получили С вами В обкладках Это Есть Фурье Образ Нашего Потенциала Да То есть Чтобы Найти Наш Потенциал То есть Его Аннегуляционную Часть Аннегуляционную Часть Мы Должны Взять Преобразование Фурье Да От Вот Этого Выражения То есть Это Что Такое Да Сразу Давайте Брать Что Интеграл Писать Здесь От Ку Что Не Зависит Ку У Напоминаю Ку Я Как-то Не Сказал Это Что Такое Это По Минус Штрих Минус По Минус Да То есть Это Вот Эта Передача То есть Не Надо Путать Его С Умножить На Что На Дельта Функцию Конечно Д3 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 Спасибо Д3 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 Преобразование Фурье Делал Чтобы Дельта Отлично Давайте Приведем К тому Виду Который У Нас Был С В Гамильтаниане Брейтон У Нас Есть С В Оператор Спина Масса Где 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 Нет Мы С В Левую Часть Писали Масса 4м квадрата Отсюда Взялись А Сам Матричный Элемент Безразмерный 2 в 2 Он Безразмерный Через Оператор Полного Спина Напишем У Нас Полный Спин Это Что Такое Оператор Это Есть Сигма Плюс Пополам Плюс Сигма Минус Пополам Такое Соотношение Есть Давайте Его В квадрат Возведем Соотношение Сигма Плюс Вектор В квадрате Это Что Такое Будет Нет Не Единица Тройка У вас же Три Компонента Вектора То есть Будет Три Четверти И от Сигма Минус Такой же Вклад Умножить На Два И Перекрестное Слагаемое Сигма Плюс Сигма Минус Отсюда Выражаем Чему Равно Сигма Плюс Сигма Минус Чему Равно Двойка Здесь будет Минус Минус Три Просто Да Ну и Пишем Окончательное Выражение Е квадрат Давайте Через Альфу Напишем Е квадрат Это 4P Альфа Да 4 Сократ Нет Е квадрат Это 4P Альфа То есть Четверто Ушло Здесь 5P Здесь Да Так Мы вот это вырезали Да Вот это все у нас пришло Куда Вот Это комбинация 2S квадрат 2S квадрат Еще на 1 2 2 То есть Просто S квадрат Да И на дельта Функция Да Это ровно тот кусок Габельтаниани Брейта Который мы выделяли Да При дельта Функционном Члене Говорили что он идет От Аннигиляционной Аннигиляционной Диаграммы Спасибо Габельдар Молодец Вот такое Такое выражение Мы получили Это мы с вами Вот Завершили Мы вот Который начали На лекции Там Рассеивательную часть Вы на лекции Получили А вот Аннигиляционную часть Мы На семинаре получили К сожалению Распад ортопозитронии Сегодня Не начал На следующем семинаре Мы с вами Найдем Ширину распада Для ортопозитронии Воспользовавшись тем Что это Не релятивистская система Мы с вами Вычислим Эту ширину Вот Эта ширина У нас также С вами была На лекциях Поэтому Мы дополним Те формулы Которые у нас были На лекциях Их выводом На сегодня все Если вопросы какие-то есть Сдавайте Если нет То Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо